Из магазина под машину торговые объекты, расположенные на Егоревском шоссе, не имеют безопасного съезда. Комиссия по вопросам потребительского рынка во время рейда установила, что 70 из 80 придорожных магазинов там не имеет никаких согласований с Мосавтодором. Подробности в материале нашего корреспондента. Вы можете существовать, если приведете в надлежащий архитектурный облик свои объекты, раз, и сделаете заезды вот оттуда, с парковкой там. Здесь машины в парке должны быть. Безопасный съезд на Егоревское шоссе отсутствует у 70 торговых объектов. И это при том, что трафик по магистрали – 14 тысяч машин в сутки. Аварийная ситуация очевидна. Комиссия по вопросам потребительского рынка взялась навести порядок на дороге. Здесь сделан поворот на радиусе. Мало того, въезд совмещен с выездом из ГСК, пожарным выездом, который они пользуются. Вот. Внешний вид объекта, конечно, соответствует. Расстояние от полосы дороги соответствует всему. Но въезды не соответствуют нормативам, требованиям ГОСТа. Эта автомойка – объект еще не совсем безнадежный. А вот большинство торговых палаток на Егоревском шоссе предлагают своим покупателям выходить в буквальном смысле прямо на скоростную трассу. Еще один магазин расположился в здании перехода, которое принадлежит Мосавтодору. Работает он 24 часа, что тоже вызывает вопросы. Также в ходе проверки было обнаружено, что владелец подключил объект к электросети московских автодорог. И, судя по всему, за свет не платит. Мягко скажем, ворует электричество у Мосавтодора, пользуясь электричеством подземного перехода. Эту информацию мы передали представителю Мосавтодора, он у нас в комиссии, и представителю электросетей, который будет в этой ситуации разбираться, отключать и принимать штрафные санкции. В состав комиссии вошли сотрудники администрации Люберецкого района, ГИБДД Мусавтодора и представители Росреестра. В настоящий момент ими создана классификация всех объектов мелкого сервиса, расположенных вдоль Егоревского шоссе. Всего объектов на Егоревском шоссе, расположенных вдоль полосы отвода, 80. Мы их поделили на несколько зон. Это красное, желтое, зеленое. Красное – это те, кто не получили никаких согласований и даже не начали процедуру. Это 70 объектов. Пять объектов – это те, которые получили согласование. И пять объектов – это те, которые приступили к процедуре согласования. Реальный результат своей работы члены комиссии смогли увидеть уже в ходе рейда. Заблокированную ими неделю назад шиномонтажную станцию демонтируют. Далее собственник будет обязан согласовывать свои действия с администрацией.